По вопросам развития строительного комплекса и совершенствованию градостроительной деятельности, глава региона Игорь Кошин принял участие в заседании Госсовета в Кремле. Многоквартирные дома и социальные объекты. В этом году в округе будет готов к сдаче целый ряд объектов. Прошлись по домам. Активисты Общероссийского народного фронта во главе с экспертами из Москвы провели осмотр ветхого и аварийного жилищного фонда. С главными событиями к этому часу с вами в студии Илья Сахаров. Глава региона Игорь Кошин принял участие в заседании Государственного совета по вопросу развития строительного комплекса и совершенствованию градостроительной деятельности, встрече на которой членам Госсовета во главе с президентом России Владимиром Путиным был представлен комплексный доклад, анализирующий положение отрасли прошла в Кремле. Как отмечают авторы доклада, динамично развивающаяся строительная отрасль может и должна стать локомотивом, вытягивающим экономику страны из кризисных состояний и в целом некой точкой опоры для нее. Но для этого необходимы две составляющие – высоколичная мотивация самих строителей и использование инноваций на всех стадиях производственного процесса. Несмотря на то, что мы идем в графике по объемам ежегодно вводимого в эксплуатацию жилья, строительная отрасль округа проходит полную перезагрузку, сказал глава региона Игорь Кошин. Главной ее задачей – подготовка земли и инфраструктуры, использование современных технологий, эффективных, но подходящих для условий севера, внедрение рыночных механизмов на рынке строящегося жилья. Текущий год в округе посвящен подготовке градостроительной документации, без которой невозможно наращивать объемы застройки. Наращивание объемов строительства произойдет благодаря строительству жилых домов в Наринмаре и селах округа, а также социальных объектов. Планы по строительству озвучили на пресс-конференции в профильном департаменте. В текущем году строители планируют сдать в эксплуатацию дом по улице Макарабаева. Шестисекционный дом на авиаторов, двухквартирный в Виндиге, четырехквартирный на Калгуеве, двухквартирный дом в Красном, по одному двенадцатиквартирному дому в Каратайке, Оме, Харуте и два четырехквартирных в Шойне. В перспективе увеличения объемов жилищного строительства. ННК «Строй» – дочерняя структура Неницкой нефтяной компании, планирует построить в Наринмаре завод по производству стройматериалов. Современное оборудование позволит расширить номенклатуру выпускаемых железобетонных изделий, используемых в строительстве. Ожидаемая мощность нового завода – 20 тысяч квадратных метров жилья в год. Первые опытные образцы конструкции модернизированный завод выпустят уже в сентябре этого года. Кроме того, новое предприятие должно обеспечить оконное производство из поливинилхлорида, выпуск металлопластиковых окон и дверей. Полная модернизация предприятия должна быть завершена в октябре 2016-го. Планируется, что первые дома, возведенные по новой технологии, появятся уже к концу 2017-го года. Среди объектов готовы к сдаче в текущем году и социальные объекты. К первому сентября у нас школа в Красной наконец-таки будет закончена. Там небольшой еще раз говорю объем работы. Это восстановить лифт, который должен прийти в навигацию, и закончить работу по благоустройству. Школа в Иннике, у нас там есть проблемы небольшие с проектом. Сейчас должны нам поступить буквально на днях документы по финансовым затратам, которые необходимы для внесения исправления в проект. После этого будут приниматься дополнительные решения. Но пока мы планируем ее закончить до конца года. Школа в Цельске идет с сопряжением графика. Кроме того, в этом году должны начаться работы по строительству детского сада на 220 мест на авиаторов. Все разрешения уже подписаны. Срок сдачи объекта – 2017 год. К 2019 году в этом же районе появится школа. На строительство этих двух объектов в текущем году выделено более 180 миллионов федеральных средств. Ветхие дома или недобросовестная работа. В Неницкий округ приехали эксперты Общероссийского народного фронта. Главная цель визита – посмотреть, как в регионе решаются вопросы капитального ремонта, переселения из аварийного и ветхого жилья. Осмотр объекта в гости города начали сразу же после прилета. У нас у всех здесь ведь брусья вообще высыпались. По два бруса у каждого высыпалось. Здесь пустота. То есть, смотрите, брусья высыпались. Сгнили. Их что, просто обшили или поменяли? Нет, только обшили. Татьяна Дерябина уже не в первый раз рассказывает о своем доме. Деревянное строение на рабочей 5А в 2014 году посетила президентская комиссия. Решение московских экспертов – расселить дом до конца 2015 года – не исполнено. Мало того, дом вообще не числится в списке на расселение, хотя его износ больше 60%. Строение вошло в программу капитального ремонта, которого, опять же, не было. Если это программа капитального ремонта и просто ремонт фасадов, то это не капитальный ремонт. Значит, дом выводить из программы капремонта не было смысла. Вот мы видим с вами, что вот это места общего пользования. Это уже дом многоквартирный, здесь более четырех квартир. Значит, вот это все должно было входить уже и отремонтировано управляющей компанией или какой-то организацией после проведения внешних работ. А это уже дом по улице Строителей 8А. Только внешний и внутренний он ничем не отличается от предыдущего. Член рабочей группы «Качество повседневной жизни» Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина на ходу замечает и комментирует изъяны от ремонтированного дома. Хотя в течение пяти лет после капитального ремонта никто, кроме жильцов, и не заметил. Ремонта-то не было, не считая обшивки дома сайдингом. Кто деньги платил им за ремонт? И какой ремонт они сделали? Если у нас обшивали сайдингом, начнешь полы мыть, дует из-под пола, да как вы хотите. Разговор со старожилом дома Ниной Михайловной Паяровой вышел эмоциональным. Пенсионерка на протяжении нескольких лет ходит по инстанциям и доказывает – капитального ремонта в доме не было. Да толку пока мало. Дом поставили на учет в программу капремонта, на который ежемесячно жители платят взносы. Зачем их надо было? Почему не включить было в пять лет назад их программу переселения? Я понимаю, софинансирование слабое может быть субъект. Я понимаю, надо было выделять. Но деньги-то больше затратили на капитальный ремонт, если бы было софинансирование. То есть, давайте логикой рассуждать. Если денег не было, тогда зачем обшивали гнилые стены? Пожалуй, самые печальные чувства у гостей вызвал дом на строительной 8А. Внешне такой же яркий и веселый, внутри – обычный интерьер полугнилого дома. Хозяева пытаются поддерживать уют и приспособиться к барачным условиям проживания. Только обои и новый линолеум не способны затмить запах выгребной ямы и спасти от холода. Ни воды, умывальничек. Муж инвалид. Вот так вот и живем. Творец в свободном падении. Холодно. Зимой крысы одолеют. Всё-всё там прогрязано. Таким образом, беседуя с жильцами, эксперты Общероссийского народного фронта обошли не один ветхий дом. Итоги рейда специалисты обсудят представителями жилищно-коммунального хозяйства, города, округа, фонда капитального ремонта и членами регионального штаба ОНФ. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, телеканал «Север». И смотрите далее в нашем выпуске. О проблемах региона в Верхней Палате в Совете Федерации обсудили реализацию постановлений о социально-экономической поддержке Ненецкого округа. К приватизации готовы. Глава государства исключил акции Башнефти из перечня стратегических предприятий. В Совете Федерации состоялось совещание по вопросам реализации постановлений, принятых в рамках проведения дней субъектов России в Верхней Палате. Среди прочих были рассмотрены постановления Палаты о государственной поддержке и социально-экономического развития Ненецкого округа. Дни Ненецкого округа проходили в Верхней Палате в конце апреля прошлого года. Тогда же была принята программа поддержки региона. И за год, по мнению участника совещания, была проделана большая работа. В частности, правительство выделило 479 миллионов рублей на строительство автодороги Нарин-Марусинск. Вместе с тем, как говорилось на совещании, актуальна остается проблема изношенности авиапарка Нарин-Марского объединенного авиаотряда, в частности, вертолетов. Если вертолет стоит порядка 500 миллионов рублей, то с учетом лизинговых платежей его стоимость возрастает к миллиарду. Прокомментировал сложившуюся ситуацию вице-губернатор Сергей Сурков. Поэтому просим правительства проработать этот вопрос, чтобы лизинг по вертолетам в какой-то части субсидировался. Надеемся, этот вопрос с повестки дня не снят. Решение может стать внесение изменений в постановление правительства о субсидировании лизинговых платежей при покупке отечественной авиационной техники. Сейчас в перечне воздушных судов, которые можно приобрести на льготных условиях, вертолетов нет. Также необходимо проработать вопросы, связанные с ноуглубительными работами на Печоре и зимними дорогами. Понятие автозимников до сих пор не закреплено в законодательстве. Соответственно, механизм их создания и эксплуатации не урегулирован. Минтранс выразил готовность совместно с сенаторами региона и представителями администрации Ненецкого округа подготовить необходимые документы. Совещание по вопросам компетенции ведомства, касающимся развития Ненецкого округа, назначили на октябрь текущего года. Президент России Владимир Путин подписал указ об исключении 50% плюс одна акция компании «Башнефть» из перечня стратегических предприятий. Таким образом, госпакет акций «Башнефть» может быть приватизирован, сообщает пресс-служба нефтяной компании. В настоящее время официально известно о двух претендентах на госпакет «Башнефть» – «Лукойл» и независимая нефтяная компания. О еще двух претендентах писали СМИ – это бизнесмены Хотины, а также неизвестная на рынке компания «Татнефтегаз», которая предлагала передать ей госпакет во временное пользование. Сама «Башнефть» предлагает продать на московской бирже 10% обыкновенных акций компании, а 50% – стратегическому инвестору. По мнению главы «Башнефти» Александра Корсика, «Лукойл» по сути является единственным стратегическим инвестором «Башнефти». Далее мы расскажем вам о квотировании рабочих мест для инвалидов. О всех «за» и «против» соответствующего окружного закона расскажем через несколько секунд. Нужно ли обязывать работодателей квотировать рабочие места для инвалидов? Эта тема стала дискуссионной на заседании Комиссии собрания депутатов по социальной политике. Управление труда и занятости разработало поправки в окружной закон о квоте для приема на работу инвалидов на территории НАО. Поправки расширяют список компаний, которые будут обязаны создавать рабочие места для инвалидов. О положительных эффектах и подводных камнях законопроекта в материале Валентины Чебичек. Обеспечение гарантии трудовой занятости лиц с ограниченными возможностями и создание дополнительных рабочих мест для инвалидов. Такого результата ожидает Управление труда и занятости, разрабатывая поправки в окружной закон. Согласно им, каждое предприятие с численностью штата более 50 человек будет участвовать в трудоустройстве инвалидов. Причем это нужно будет делать не по желанию, а в обязательном порядке. Если мы напишем такую норму, что может, но не обязан, то есть расцениваться будет как могу, установлю, не могу, не установлю. Значит, таким образом мы не сможем учесть фактически квотированные рабочие места у работодателя. Вместе с тем, у нас, когда исчисляется среднесписочная численность для осуществления квотирования, значит, из этого подсчета исключаются рабочие места с вредными или опасными условиями труда. По мнению депутата и руководителя Окрпотребсоюза Натальи Кардаковой, в принятии поправок нет необходимости. Сегодня в регионе нетрудоустроены 28 людей с ограниченными возможностями здоровья, 5 из которых проживают в сельских поселениях. Количество небольшое, и найти им рабочие места можно и без закона, считает депутат. По словам Марианы Кисляковой, работодателей, желающих принять на работу инвалида, не так много. Из 44 организаций со штатом свыше 100 человек в 2016 году готовы к этому только 13. Причём зачастую квотируются места, на которые заведомо инвалид не попадёт. Главный бухгалтер, инженер, техник и другие. Инвалиды, проживающие в регионе, чаще имеют среднее и начальное образование или не имеют его совсем. Депутат Андрей Ружников считает, поправки в закон не решат проблему в корне. Работодатель вынужден брать официально инвалида на работу, но для того, чтобы уйти от неких проблем по созданию ему рабочих мест, они вынуждены платить ему зарплату по 20-25 тысяч, но при этом просят его заниматься своими делами, общественностью, чем угодно. Но только не происходить. И такие злоупотребления уже есть. В дискуссии участвовал и председатель Ненецкой организации Всероссийского общества слепых. По мнению Бориса Бажукова, необходимо предусмотреть профессиональное переобучение инвалидов. Возможно, это расширит категорию рабочих мест для инвалидов. Подобная успешная практика существует в международных аэропортах Шереметьево и Домодедово. В итоге законопроект одобрили для принятия в первом чтении на сессии 23 мая. Работу над проектом продолжат в рамках рабочей группы. Валентина Чибич, Антон Водряков, Телеканал «Север». 12 уголовных дел возбудили правоохранительные органы в отношении водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это статистика первого квартала текущего года. Всего за обозначенный период на дорогах региона автоинспекторы зафиксировали 63 случаи управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По вине водителей произошло два ДТП, в которых один человек погиб и один получил травмы различной степени тяжести. Кроме нетрезвых водителей, причиной ДТП на дорогах становится невнимательность водителей и состояние дорожного полотна. Об этом сегодня говорили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. В первом квартале текущего года на дорогах региона произошло 220 ДТП с материальным ущербом и 10 ДТП с причинением вреда здоровью, в которых два человека погибло и восемь граждан получили ранения различной степени тяжести. Среди них три несовершеннолетних. Из десяти таких ДТП только одно произошло по вине пешехода. Состояние аварийности на дорогах зачастую зависит от состояния дорожного полотна и обустройства автомобильных дорог. Об этом также говорили участники заседания. По словам Александра Стрепетилова, начальника отдела ГИБДД Нинецкого округа, сегодня в регионе существует немало участков с интенсивным движением, где отсутствуют светофоры, тротуары, ограждения, искусственные неровности и пешеходные переходы. Пересечение дорог и автомобильных проездов в районе магазина «Березка» по улице Ленина является участком основного маршрута передвижения пешеходов и транспортных средств с одного района города в другой. Данный участок является местом высокого уровня интенсивности движения, особенно в рабочую неделю. Также данный участок уличной дорожной сети находится на основном маршруте передвижения детей со стороны поселка Городецкий и со стороны дома 38 по улице Ленина к среднеобразовательной школе номер 1 и другим образовательным организациям, расположенным в центре города. В связи с этим для обеспечения безопасности дорожного движения на рассматриваемом участке пересечения улиц можно выделить четыре основных проблемных вопроса. Это первое – отсутствие пешеходных переходов и искусственных неровностей. Второе – наличие несанкционированных парковочных мест для стоянки транспортных средств. Можно выделить два основных места, создающих угрозу безопасности участникам дорожного движения. Это участок с торца дома 29Б по улице Ленина при движении к дому 6 по проезду капитана Матросова и напротив входа в магазин «Березка» с другой стороны проезда. С торца стоянки для автомобилей расположены к дому 29Б по улице Ленина. Кроме того, в районе магазина «Универсант» также отсутствует организованная стоянка для автомобилей. Кроме того, на обозначенных участках дорог освещение не соответствует нормативам. По данному факту, в октябре 2015 года главе города было направлено письмо с рекомендацией об устранении нарушений. Однако до сих пор никакие работы не были проведены. По словам заместителя главы города Александра Бебенина, эти работы уже запланированы и будут выполнены. Кроме того, сотрудники ГИБДД указывают на недостаточное освещение дорог в посёлке Искатели и на протяжении всей дороги Наринмар Искателей. Отдельной строкой Александр Стрепетилов затронул содержание и отсутствие пешеходных переходов вблизи образовательных организаций. Из 180 «Зебр» 22 находятся вблизи школ и детских садов, и они не соответствуют нормативам. То, что касается пешеходных переходов, есть у нас предписание по установке определённого количества светофоров Т-7 об устройстве ограждений. Есть судебные решения. Соответствующие сметы у нас составлены. Бюджет города. Часть смет включены как мероприятие. Часть смет на сегодня у нас составлена, и мы будем носить, соответственно, на клинической сессии. Кроме того, ГИБДД рекомендует городу привести в нормативное состояние дорогу по улице Студенческая. В этом районе расположено сразу несколько образовательных организаций, а также в районе школы номер 5 по улице Зелёная. В этих районах должны появиться знаки «Дети» и ограничения скорости, ограждения, искусственные неровности и пешеходные переходы. Соответствующие запросы ГИБДД уже направляла в адрес мэрии, но они остались без внимания. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Рособранадзор проводит горячую линию по вопросам проведения ЕГЭ в 2016 году. Она пройдёт 19 мая в Ситуационно-информационном центре Рособранадзора. Свои вопросы смогут задать и жители Ненецкого округа. Представители Рособранадзора ответят на вопросы участников ЕГЭ и их родителей по порядку проведения единого государственного экзамена в 2016 году, содержанию контрольных измерительных материалов о минимальном количестве баллов для получения аттестата и поступления в ВУЗ, об особенностях проведения ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также детей-инвалидов. В настоящее время уже принимаются вопросы по электронной почте и на страничке Рособранадзора в социальных сетях. 19 мая с 11 до 12 часов дня вопросы будут приниматься по телефону горячей линии плюс 7-495-984-89-19. Во время горячей линии на официальном канале YouTube Рособранадзора из Ситуационно-информационного центра Рособранадзора будет вестись онлайн-трансляция.